знаете еще хочу сказать вот раньше когда не было у нас ребенка когда мне не было опыта общаюсь жизни с детьми то я себе думала что ребенка легко можно посадить можно делать все что угодно вместе с ребенком путешествие там куда-то ходить что можно его посадить на качельку вот он качается можно посадить его на стульчик вот ты им управляешь можно выход в два года просто посадить его за столик и учить вместе с ним английский язык на самом деле это настолько какие-то фантазии людей у которых нет детей действительно никогда не было ребенка то я могла просто себе это фантазировать и представлять я понятия не имела что такое в реальности дети что это действительно каждый ребенок он уникальный это просто человек который еще не совсем разумный то есть он много чего не понимает он еще не умеет контролировать свои эмоции выражать их он у него свой темперамент свой характер свои желания которые тоже нужно учитывать и нельзя просто брать и ломать эти желания то есть если они эти желания в принципе никому не вредят то нужно позволять ребенку как-то выражать себя изучать этот мир и когда я мы поняли что у нас ребенок активный более активны чем другие дети я начала по-другому смотреть на других детей например когда даже старший ребенка я вижу который может там хулиганить плохо себя вести я всегда начинаю его оправдывать его поведение я вспоминаю себя в детстве знаете я не была послушным ребенком но я не была хулиганистым ребенком при этом у меня были свои желания свои потребности которых возможно нет у других детей потому что все дети разные у меня были желания например взять камень и бросать его вдаль мне очень просто нравилось это а другие родители могли считать что я занимаюсь хулиганством я помню что меня бывало осуждали другие родители потому что я вообще была как мальчики велась я как мальчик мне нравилось бегать с палками нравилось но лазить по деревьям по заборам и может быть кому-то это не нравилось и родители считали что почему-то я должно что я должна сесть на скамеечку сидеть или играть песочницы или там делать что-то еще мне почему-то вот сильно нужно было залезть и ходить по забору то есть не это было нужно но я же не делала ничего плохое у меня не было никаких плохих мыслей и в 10 лет тоже я была ребенком 10 лет поэтому что можно хотеть от ребенка в два года и что можно ему запрещают принципе как бы ну если это не опасно для окружающих не опасно для самого ребенка то зачем же ему отвечать а есть дети которые просто можно вести ребенка за ручку можно ребенком нести на ручках можно его посадить на качельку и качать понимать я вижу таких детей или знаете если у одного родителя один ребенок вот такой спокойный он даже не подумает о том что есть такие дети к неуправляемые которых сложно просто взять даже на руки и пронести под если он этого не хочет он будет тебя бить и выбрыкиваться вырываться понимаете у него такая потребность и я просто даже читать я очень много читаю про детей очень много статей и читаю очень много мамочек вот есть люди у которых несколько детей и они говорят что дети настолько разными рождаются что если бы у них был один ребенок они бы никогда не поняли что может быть совершенно противоположный по характеру по темпераменту по поведению ребенок поэтому те которые во первых не имеют детей и те у кого ребенок дети очень спокойные никогда не осуждайте не пытайтесь там перенести свои там какие-то свой опыт на другого человека и если у вас ребенок спокойно от природы не считайте это за своей заслугой не считайте что это ваше воспитание то есть но просто разные очень люди я я же говорю что я вот по другому отношусь я вот тоже недавно читала вайбере там тоже жаловались на ребенка который бил палкой по дереву по сухому дереву бил палкой якобы обивал хору знаете это просто ребенок не надо перекладывать ответственность и родители тоже не виноваты что ребенок россия ведет я знаю детей которые могут себя вести плохо да но плохо не в плане там знаете кого-то избивать но даже есть дети которые могут кого-то бить на площадке вот вот недавно мы подошли к площадке и там была женщина с маленьким мальчиком года два он сразу же начал агрессии и вид подходить она говорит женщина он каждый день так делает понимаете но вот так ребенок себя проявляет ира купила голубцов готовых замороженные сейчас и залью сметанкой и кетчупом и буду готовить там их 8 штук было упаковки и 4 сейчас приготовлю такие полуфабрикат вот такие еще она купила ездила сегодня заключать договор на вас вот такую булку с маком получилось у нас теперь на газ договор есть можно уже платить потому что нет никаких договоров в этой квартире на коммунальные услуги и мы не платим не за воду не за газ конечно все копится теперь уже хоть можно вас и кстати в течение месяца он придут подключат нашу плиту а завую потому что мы пользуемся вот этой горелках уже давно мне не хватает ножка плиты чтобы можно было там например это просто не вся посуда подходит что можно было пожарить там яичницу еще что-то здесь не пожаришь вернее сковородки нас нет сейчас миша я заказала у меня полон рот этой маковой начинки я заказала посылочку там или пижамка трусы какие-то мальчики вот украинского производителя очень дешевые и водолазка под шею потому что у нас ничего нет такого что же закрывает шею сейчас вот написали мне что она пришла и надо побежать там получается на на сумму 500 гриля ну короче не знаю сколько там евро просто переговорить вообще на меньшую сумму там за доставка получает пойдут покажу покажу вам пойду заберу и покажу входила я на почту за наше посылочка размере как всегда заказала большой появится вы знаете выглядит довольно миленько потому что знаете украинские сайты с одежды чем они отличаются от более таких брендовых тем что они плохо фотографируют одежду она выглядит некрасиво из этого не хочется ее заказывать ну вот смотрите какие миленькие на самом деле смоточки она дешевая очень там например маечка с трусиками 2 до где-то 2 доллара то есть это дел я тут обнаружил какие-то трусики маленькие но я заказа большие все мы посмотрим это маленькие трусики для нас на большие заказывала остальные вещи они не должны быть маленькие такая мальчика на мальчика нормально враг но я же так и думала что маломерки могут быть вот размер 110 здесь это нам большой вот еще такие трусики тоже не выглядят очень маленькие вообще я думаю что с мы померяем будем будет видно еще дочь уже разбросала еще вот такие трусики мачка к ним тоже вот такая хотя тут ткань такая приятная уже пошла трусы одевать нормальные трусики вот делать шучу наверх ходила вот закрытая шейка и вот такой гольф называется и с длинным рукавчиком потому что у нас нет ничего закрытой шеи одна такая штучка кстати я хотел свет сначала роза но его не было я теперь даже рада что он тяните и пижама и пижама кстати должна быть пижама красивая вообще думала с котиками но она тоже позвонила что не было я эту пижаму не видя ну просто говорит есть с мышатами думаю ну пусть будет с мышатами вот это тоже на прохладу на прохладу тоже на руках у нас ребенок любит раскрываться под одеялом не сильно любит спать но она ночью раскрывать поэтому вот и штанишки длинные конечно а вот кофта я больше по кофточкам обычно выбираю размер потому что у нее размер кофточки может быть такой же как что ну по возрасту штанишек но у нее кофточка и нормальные штаны большие но если я буду брать размер меньше штаны будут нормальная кофточка маленький конечно остальные на подкат